С Мариной Ивановой мы продолжаем обсуждать непростую тему онкозаболеваний. Да, Радик Мергалиев вам сейчас озвучит все проценты и всю статистику, как он любит. Более 40% случаев заболевания раком вследствие не совсем правильного образа жизни. Люди курят, слишком много едят, пренебрегают спортом, и только в 10-15% случаев причиной тяжелого недуга становится генетика. Уверены в Национальном институте исследований рака. И вот если это действительно так, то значит мы можем как-то себя обезопасить и вести правильный образ жизни, чтобы никогда не столкнуться с этой проблемой. И об этом сейчас будем говорить с нашим экспертом, с Инной Александровной Каноненко, диетологом, нутрициологом, кандидатом медицинских наук. Здравствуйте. Добрый день. Вроде бы все понятно. Не курить, правильно питаться, не набирать вес. Но никто это не делает просто практически. В этом вся сложность. Что происходит? Почему? Почему питание, в частности, так влияет на заболеваемость раком? И что нужно есть? Безусловно, питание влияет на заболеваемость раком. Это доказано на 100%. И действительно, злоупотребление сахарами приводит нас к развитию онкологии. То есть сахар меньше? Сахар меньше, да. Потому что особенно раки, связанные с молочными железами, с половыми органами, это всегда злоупотребление сахара. Также мы постоянно не добираем антиоксидантов в нашем рационе. А именно антиоксиданты помогают бороться нам со свободными радикалами. Те такими веществами, которые разрушают наши клетки. Где взять антиоксиданты? Антиоксиданты – это витамин А. Искусственно принимать? Можно принимать искусственно. Можно принимать… Есть сливочное масло. Пожалуйста, там очень много витамина А. А как же жир? Вес наберем – это тоже противопоказание. Ну, не больше 20 грамм сливочного масла в день, пожалуйста. У нас не запрещается есть жиры. То есть надо просто разумно употреблять жиры, конечно. Можно есть сливочное масло. Витамин Е. Хороший антиоксидант источником витамина Е является растительные масла. Но в данном случае лучше употреблять оливковое масло или масло авокадо, как те масла, которые еще и будут более полезными. Но не жарить на них. Да, но на них не жарить. Хороший антиоксидант – кэнзим Q10. Хорошим источником кэнзима Q10 является говяжье сердце. Мы тоже про него забываем и редко его употребляем. Казалось бы, мясо еще и красное, и тут еще и говяжье сердце? Практически нет. То есть самым мощным источником в 100 граммах говяжьего сердца содержится 10 суточных норм кэнзима Q10. А если мы говорим просто о говяжьем мясе, например, то здесь содержится такой элемент? Но он тоже есть в минимальных количествах. Но его рекомендуют сокращать после 35-40 лет. Скажем так, что касается мяса, здесь есть разные исследования. Есть исследования, которые показывают, что действительно есть связь с употреблением мяса и раком толстого кишечника, но также, когда группы больных разделялись по раку, то определялось, что если просто есть мясо, то увеличиваются вот эти раковые онкомаркеры. А когда мясо употреблялось вместе с клетчаткой, то есть с овощами, с другими источниками клетчатки, то это все уже нивелировалось. То есть сбалансированное питание приводит к тому, что, в принципе, любой продукт, наверное, ну или почти любой, можно употреблять в каком-то количестве. Конечно. Ну вот американские медики рекомендуют в том числе употреблять брокколи в неделю хотя бы 2-3 раза. Да, безусловно. Как раз брокколи – это то, что я вам тоже хотела сказать. Брокколи содержит вещества, которые являются полезными в профилактике рака. Это абсолютно точно. Что касается спорта, чем именно нужно заниматься? Тренажерный зал, плавание, скандинавская ходьба? Йога, пилатес – это очень хороший вариант по спорту. Скандинавская ходьба тоже вариант спорта. Любая активность? Ну, не перенапрягаться, не делать какие-то сильные кардионагрузки, не бегать очень много. То есть это уже только могут специально подготовленные люди, и здесь надо смотреть под контролем, кому можно, кому нельзя. Если говорить вот так вот для любого человека, то да, вот плавание, йога, пилатес, скандинавская ходьба – просто ходьба – это то, что будет более полезно для человека. А если мы говорим ещё о других факторах, которые влияют на возникновение рака, например, солнце. Здесь нужно как-то контролировать своё нахождение на солнце. Мы в Петербурге контролируем это, в принципе, всегда, мне кажется. Невольно. Да, невольно в той или иной мере. Но здесь лучше поберечься, действительно, как говорят, или… Здесь есть нюансы, потому что есть разные солнечные лучи. И есть солнечные лучи, которые действительно приводят нас к, в том числе, вот этой фотосенсибилизации, а есть солнечные лучи, которые способствуют выработке витамина D. Так витамин D, он для нас является противораковым. То есть у него абсолютно чёткая взаимосвязь с развитием онкологии. Причём есть даже исследования, которые подтверждают, что летом выживаемость от онкологии выше, чем зимой. И в странах, которые находятся ближе к экватору, также выживаемость выше за счёт того, что там больше идёт солнечных лучей, способствующих выработке витамина D. А в странах, которые находятся выше 30 градусов северной широты, там меньше вырабатывается витамина D. Это как раз туда, куда мы попадаем в эти страны. Вот оно что-то. Очень сложная история. Переезжаем. Спасибо вам большое. Говорим спасибо большое Инне Александровне Кононенко, диетологу, нутрициологу и кандидату медицинских наук. Спасибо вам ещё раз. Ну а наших дорогих телезрителей мы благодарим, что были с нами и смотрели семейную программу. Увидимся с вами совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok